здравствуйте дорогие друзья меня зовут валентина букеева и я приветствую вас в своей мастерской изящного рукоделия fleur de or в этом курсе из 23 уроков я покажу как создать такую замечательную эко сумку мы по шагам с вами пройдем как создавать такой кармашек тега на дно кантик такие замечательные ручки и конечном итоге вы получите прекраснейшую сумочку прекраснейшую вашу работу с которой вы пойдете в магазин на пляж на прогулку с детьми одним словом это станет эта сумочка станет незаменимым постоянным аксессуаром вашем гардеробе поэтому делайте ее красивой нарядной такой какой любите вы делайте для своих знакомых для своих близких радуйте их и конечно же по минимуму использовать пластиковые пакеты тем самым еще и сохраняя природу и так в этом уроке я покажу какие материалы и инструменты нам понадобятся самое основное нам нужна ткань плотный это плотный хлопок для основной части сумочки я рекомендую вам покупать в отделах где продаются портьерные ткани во первых там часто бывают остатки а нам полметра всего нужно во вторых там очень большой выбор и они чаще всего очень плотная при выборе обязательно посмотрите чтобы плотно-плотное переплетение потяните чтобы не было такого рыхлого рыхлой текстуры как например у льна бывает ли он очень рыхлый даже почти прозрачный я выбрала принт с картой мне очень понравился вот вы же выбираете любой потому что сейчас очень большой выбор не только принтов но и ткани компаньоны в клеточку в горошек полосочку вам понравится очень этот выбор и вы получите конечно огромное удовольствие и при выборе ткани потом уже при создании вашей сумочки для такой сумочки вы можете использовать не только хлопковую ткань а еще и синтетическую очень важно чтобы она вам нравилась и чтобы она была плотная я уже сказала об этом далее в нашей сумочке внутри мы будем обрабатывать срезы косой бейкой вот таким образом для этого нам нужна ткань которая тоненькая который хорошо заутюживается я подобрала видите под цвет это полиэстер тоже покупала в магазинах для там где продаются портьерные ткани то есть эта тонкая ткань она нужна нам для того чтобы обработать края кантом вы кстати можете косую бейку купить готовую но я все-таки рекомендую вам научиться самим делать потому что это намного лучше красивее и яичнее и надежнее кстати потому что когда вы создаете окантовку из ткани которую купили вы она вас точно не подведет потому что покупные покупная окантовка она все-таки далеко не всегда надежно она и рыхлая и рвется и скатывается и очень быстро теряется свой товарный вид далее как вы видите саму сумочку я сумочки я соединила искусственную кожу и ткань кстати я раньше не видела вот такого классного сочетания видела сочетание ткани с натуральной кожей с искусственной я почему-то не встречала хотя я уверен что такое есть я вам тоже рекомендую попробовать этот вариант мой то есть сочетание искусственной кожи ткаи или же просто все делайте из ткани или наоборот всю из кожи из искусственной Потому что вы каждый раз будете находить новое интересное Новые интересные у вас будут открытия Сочетание всех этих текстур, ощущений Вот вам понравится Искусственную кожу используйте для шитья одежды Она так и называется плательная Или плательная, как правильно, точно не знаю И важно, чтобы она тянулась Тречь кожа, видите Она у вас тогда никогда не треснет И она не вытирается Она очень, то есть плательная кожа Она очень качественная Намного качественнее, чем любая мебельная Как вот ни странно Это я вам говорю из своего уже опыта Главное, что когда вы выбираете На что обратить внимание И, друзья мои, прям послушайте сейчас очень внимательно Первое, она должна тянуться Вот видите, сколько бы я ее не тянула Она не трескается Далее, вы постарайтесь прям поковырять Вот эту краску Потому что иногда бывает так, что краска отслаивается Вообще даже в магазине И главное еще, чтобы была светлая изнанка Я вам рекомендую С темной изнанкой тоже можно Но когда вы ее стягаете А мы будем стягать искусственную кожу То в местах прокола могут оставаться вот эти Проглядывать черные точки Это просто будет неэстетично И когда вы домой ее принесете И начнете ее готовить к шитью Обязательно протестируйте на маленьком кусочке Какую температуру утюга она выдерживает Потому что иногда бывает Очень большая температура утюга Краска может приклеиться к пергаментной бумаге Через которую мы будем утюжить Поэтому Или просто воспользуйтесь ссылками на наши магазины Где продается уже проверенная искусственная кожа Я точно знаю там все хорошо Потому что я сама лично ее пробовала Далее И так как у меня два цвета искусственной кожи Вот у меня беленькая Золотая голд Очень красивое сочетание Это знаете как цветок Это сумочка в таком сочетании Цвета будет только у вас Классно же Далее Нам понадобятся клеевые В первую очередь конечно паутинка Что такое паутинка Это клей Вот эта паутиночка Вот эта сеточка Вообще по сути это клей Она в России так и называется паутинка В России, в Украине, Белоруссии В Казахстане паутинка За границей она называется Флизофикс От Фройденберг А она там продается на бумаге Так вот Если вы не знакомы еще с этим материалом Вот вы просто уже теперь это знаете И вы лучше покупайте много Ее всегда для шитья сумочек нужно много Она недорогая Мы ее будем использовать И для создания кармашка И для ручек Дальше нам обязательно потребуется Флизелин Флизелинчик клеевой Видите какой он тоненький Вы можете использовать и потолще Так как это сумочка Но я обратила внимание Что не все флизелины хорошо приклеиваются Точнее они иногда приклеиваются Проходит время и они отклеиваются Поэтому вот такой армированный С обратной стороны То есть он только с одной стороны клеевой Армированный он лучше всего Он так и называется Армированный флизелин Он бывает с такими полосочками Он как прошитый Иглопрошивной он еще называется Иглопрошивной армированный А еще бывает с точечками. И тот, и тот хорошо, но все равно либо воспользуйтесь ссылками нашими, потому что я вам даю ссылки на магазины, где я покупаю товары, и это уже проверено, и то, что я использую в своей работе. Либо, если вы покупаете в своем городе, купите небольшой кусочек и протестируйте, как клеится, потому что сумочка должна быть все-таки прочно укреплена, и нам важно, чтобы флизелин хорошо приклеивался. Кстати, частый вопрос, можно ли дублерин? Да, можно, но для стежки дублерин, пожалуйста, не используйте, потому что мы будем проклеивать еще кожу искусственную перед тем, как стягать. Иногда это нам нужно, и если вы дублерин используете, у него может быть очень жесткий клей, и у вас будет постоянно рваться нитка, она будет словно цепляться за этот клей. Нам такое не нужно, поэтому просто тестируйте хорошо, либо пользуйтесь ссылками на магазины, которые я вам даю. Я ничего не продаю, поэтому можете быть спокойны. Это не мой магазин, но я к тому, что есть магазины, которые зарекомендовали себя качественным и правильным товаром, который нужен именно в создании наших сумочек. Далее, в этой работе нам понадобится наполнитель Аврора. Что это за наполнитель? Он немножко похож на фетр. Его преимущество в том, что у него с одной стороны клей. Этот клей, он нанесен, там есть два вида, когда он нанесен точечками и нанесен сплошным слоем. Это здорово, потому что таким образом искусственная кожа хорошо проклеена, и она будет, то есть стежка, не будет, знаете, после проколов, не будут оставаться дырочки, и они не будут растягиваться в дальнейшем. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы все-таки использовали либо Аврору, либо если у вас нет Авроры в вашем городе или в вашей стране, то вы можете купить вот такой иглопробивной наполнитель. У него 180 грамм на метр квадратный, или можно чуть тоньше, 120 грамм на метр квадратный, и проклеить ее паутинкой, вот этой паутинкой, о которой я уже говорила. Это важно, потому что к искусственной коже наполнитель нужно приклеить. Его нельзя просто приложить и простегать, потому что проклеенная искусственная кожа, она будет служить вам очень долго. Если вы ее не проклеите, вот эти вот дырочки, они очень быстро, особенно на сумочке, растянутся. И, конечно, уже не будет, конечно, красивого вида, вот этого безупречного, безукоридненного вида, к которому мы так стремимся. Дальше нам, конечно, понадобится пергаментная бумага. Это специальная бумага для выпечки, она продается в каждом городе, во всех продуктовых магазинах для утюжки, для утюжки кожи. Если у вас есть насадка на утюг, и благодаря этой насадке не прилипает ваш утюг к искусственной коже, тогда вам пергамент не понадобится. Хорошо? Далее нам, мы будем делать кантик, и нам понадобится шнур. Они бывают разные, вот этот шнур для белья. Он классный тем, что внутри просто веревка, а сверху вот эта вот пластиковая оплетка. Он такой ровненький с одной стороны, с другой стороны он совсем недорогой, очень при этом хорошо держит форму. Вам понравится создавать кант с помощью вот этой веревки, шнура, либо просто любой шнур покупайте в рыболовных магазинах, они продаются в строительных, важно, чтобы он не был такой рельефный. Когда вы идете покупать шнур, можете взять с собой кусочек и приложить, обтянуть и посмотреть, есть ли рельефный. В принципе, кстати, если рельефный вам не мешает, вы можете ее оставить и использовать ее тоже, почему нет. Далее, мы будем создавать такие классные ручки. Я обожаю эти ручки, как раз познакомлю вас с тем, как их делать. Кажется достаточно просто, но если вы посмотрите, то здесь ювелирная точность. Чтобы достичь вот этой ювелирной точности, плюс ко всему такой красивый шовчик, как это сделать, я также покажу на уроках наших. И для того, чтобы создать, чтобы вот так же было ровненько, как я вам показываю, я вам рекомендую купить вот такое приспособление для создания косой бейки. Нам понадобится приспособление 25 мм по 17 и 12. Они везде продаются, это фирма Кловер. Кловер, но если у вас нет Кловера, абсолютно любой, вы можете из других фирм купить, я поняла, что разницы нет никакой. Просто с ними, конечно, у вас проще. Если у вас нет таких приспособлений, я знаю, что в интернете много видео, как делать приспособление из картона самостоятельно. Если вы можете, конечно, посмотреть и сделать. У меня есть приспособление, я его купила, мне кажется, на 150 лет мне его хватит. Дальше, нам нужны нитки. Тут тоже особое внимание я хочу уделить. Для стежки нам нужны нитки вышивальные полиэстер. Есть нитки вискозные, они нам не подойдут. Они очень быстро вытираются, и нам нужно полиэстер. Я использую Мадейра Полинион. И для шитья нам нужны прочные нитки, но при этом тоненькие. Я использую Мадейра Аэрофил и Гутерманчики использую. И вообще фирма не так важна. Главное, смотрите, чтобы в вашем городе были оттенки, и чтобы они были, как я уже сказала, полиэстер-вышивальные. Тогда у вас красиво сформируется стежок, красиво будет выглядеть стежка, и вы останетесь очень довольны своей работой. Также нам понадобятся иглы для квилтинга. Купите набор 75 на 90. Также нам понадобятся лапки. Нам нужна будет обычная лапка, совершенно обычная для прямой строчки, которая есть во всех машинах. И также нам понадобится лапка, вот у меня для Бернинушки 21. Для вашей машины она будет как-то по-другому называться, для создания канта, для формирования канта. Эти лапки, они классные тем, что кант, конечно, получится очень красивый, хорошо обтянутый, просто идеальный. И вам будет очень легко создать такой шикарный кант, как вот у меня на моей сумочке, даже если вы никогда не шили. Если такой лапки нет, используйте лапки для вшивания молнии, она тоже вам хорошо подойдет. Далее, конечно, нам понадобятся булавочки, если есть прищепки, если есть, это не обязательно, но если есть. Просто с прищепками, конечно, очень удобно. Малярный скотч я вам тоже рекомендую, потому что нам иногда нужно будет его использовать. Он продается в строительных магазинах и хорошим тем, что у него клей не оставляет следов на ткани. Конечно же, ножнички и замочки. Замочки по желанию. Вот такой вот замочек. Сейчас я вам покажу. Вот такой замочек, как у меня. Я такой использую, очень красиво и эффектно он смотрится. И если вы можете заменить любым другим замочком, конечно же, может быть, кнопочку вы захотите поставить. И здесь, если вы захотите, также можете установить. Здесь вот есть такая пришивная кнопочка. Опять же, это по желанию. Вот вы можете ее пришить. То есть, одним словом, на ваше усмотрение. И, коли мы будем устанавливать замочек, нам потребуется вот такой вот клей. Это суперклей, который нам надежно, поможет надежно установить замочек. Без него, кстати, тоже можно. Конечно же, швейную машину, хорошее настроение, линейку, естественно, ножнички, я уже сказала. Насладитесь процессом. Мы пошагово пройдем все этапы создания сумочки. Даже когда вам сейчас кажется, что она очень простая, например, если вы профессионал. Тем не менее, я рекомендую посмотреть все уроки от и до, потому что мы специально сделали уроки такими короткими, емкими, чтобы вы легко и быстро посмотрели, вдохновились, конечно же. Вот, если же вы новичок, и вам кажется, что это сложно, тоже будьте уверены, что у вас все получится, я точно это знаю. Кстати, я забыла сказать масло. Масло. Мы будем использовать масло для смазывания искусственной кожи. И масло вы можете использовать для волос, для рук, или детское, любое, какое есть у вас. Не бойтесь, оно не испачкает вам ни искусственную кожу, ни нитки. Уже проверено, даже наоборот, будет шикарный запах, хороший результат, потрясающий эффект. Вот, а на этом все. И до встречи в следующем видео.